Приветствую вас! И начать свой ответ я бы хотел с такого небольшого определения, если можно, небольшого уточнения того, что же все-таки с вами происходит. Вот вы говорите, дерется сын четыре с половиной года. Дерется с кем? С вами или с другими детьми? Непонятно. Далее. Вы пишете о том, что воспитывает сына одна. И здесь сразу вопрос к вам. А где отец ребенка? Что с ним, с отцом ребенка? В каких вы отношениях с отцом ребенка? В каких он отношениях с вашим ребенком? Как вы расстались? Как вы стали отдельно жить? Как вы стали отдельно вообще взаимодействовать и так далее? То есть это вот такие вопросы, которые нужно вам прояснить. Для себя хотя бы. Самой. Далее. Вы говорите о том, что плачете каждый день и здесь, собственно, тоже не совсем понятно. Вы плачете каждый день от того, что у вас сын дерется? Или вы плачете каждый день от того, что вы, например, одна воспитываете его? Ну вот так это. Как это видится мне, было вообще не очень понятно. Из-за чего вы плачете все-таки? Что заставляет вас плачать? Вот. Это такой момент. И на мой взгляд, на мой взгляд, этот момент очень важен. Потому что именно исходя из того, почему вы плачете, именно исходя из того, почему у вас вот такое переживание, да, такие вот эмоции, почему вы так реагируете вот на то, что происходит. Именно это является основой. Основой для того, чтобы понять вашу проблему. Вашу, скажем так, изначальную проблему, которая кроется не в ребенке, а в вашем настроении, в вашем поведении, в том, как вы к себе относитесь и в том, как вы себя воспринимаетесь. Ну, на мой взгляд, это просто куда более важно, потому что ребенок просто является отражением того, что вы, например, ему, скажем так, даете, да, что вы ему предлагаете. Далее. Ребенка. Ребенок сейчас проверяет границы дозволенного. Вот в этом возрасте четыре с половиной года. И, соответственно, вам нужна довольно жесткая позиция по этим границам. То есть не кнут и пряник, а именно легкие границы, чего нельзя ему, чего можно, и хорошая модель поведения. То есть хороший образец для подражания, скажем так, вашему ребенку. Это тоже необходимо. То есть необходимость, чтобы вы своим поведением демонстрировали ребенку то, как нужно, например, себя вести. Если вы этого не делаете, то отсюда, конечно, берется такое вот бесконтрольное поведение. Далее. Для ребенка, тем более для мальчика, необходимость, чтобы у него был мужской пример, мужской образ по поведению. И здесь я бы рекомендовал вам привлечь к процессу воспитания, ну, какого-нибудь родственника. Например, вашего отца или вашего брата или кого-то еще. Это очень важно для того, чтобы ребенок все-таки, ну, все-таки видел именно мужскую руку, мужское поведение. Именно, например, на то, как мужчины себя ведут в определенных ситуациях. Это очень важно. Это очень важно для ребенка. И если у вас этого нет, то, соответственно, ребенок именно потому и дерется. Потому что он пытается найти точки приложения своей реализации. Он пытается найти точки реализации своей значимости. Он пытается почувствовать, насколько он значим, что он может, насколько реален мир вокруг него. И в данном случае его поведение, его поведение, конечно, не нормально, но оно и, и, несмотря на то, что он не нормально, его поведение все же вполне объяснимо. И здесь нужно вам самой вырабатывать ответное поведение. И я уже сказал, с обязательным привлечением любого человека мужского повара. И здесь возникает вопрос о том, как вы сами к себе относитесь, опять же. Любите ли вы себя, принимаете ли вы себя, цените ли вы себя, уважаете ли вы себя, уверены ли вы в себе. И, понимаете, вот эти моменты, они очень важны в контексте того, как раз, в чем я говорю. Без этих моментов нельзя вам какую-то единую линию поведения выработать. Потому что, ну, объективно, если вы сами себе сомневаетесь, объективно, если вы сами не знаете, например, куда вы идете, чему вы стремитесь там и так далее, 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 то откуда, естественно, это может знать ребенок? Ну, ему это знание взять совершенно ниоткуда, и вам это нужно понимать. Как бы тяжело это не было. Поэтому необходимо, чтобы вы для начала привели свои мысли в порядок. Вы попоняли для себя хотя бы, чего вы хотите, что вам нужно, что необходимо, чего вы желаете и так далее. Это первое. И второе, как вы можете помочь своему ребенку, ну например, допустим, сориентироваться в том мире, в каком он живет. Это вот тоже очень важный момент. Если мы говорим о том, как и что вам нужно делать для того, чтобы ситуацию исправить. Еще раз повторю. То, что ваш ребенок дерется, то, что он проявляет, по сути, свою силу, это нормально. Совершаем. Он проверяет свои возможности, он проверяет, на что он способен, он пытается понять, что он вообще может. И относиться к этому вам, ну, нужно спокойно и объективно, адекватно, понимая, что это в целом нормальное поведение ребенка. А вот то, что вы плачете и проявляете слабость, ну, вносит в психику ребенка определенное сумятие, определенное дискомфорт, определенное неудобство и проблемы. Потому что он сам, как бы, не уверен в вас, он не может на вас положиться. И за это он делает специально, чтобы вы как-то себя проявили, чтобы он почувствовал, чтобы он почувствовал, что можно, например, а что нельзя. А вы, вы ему, видимо, дать это на достойном уровне, ну, по его мнению, достойном уровне не можете. Вот отсюда, собственно, и возникают важные проблемы. Поэтому, для начала, проработка причин того, что вы плачете, потом выработка линии поведения по отношению к человеку, к ребенку, и далее рассмотрение вспомогательных средств для того, чтобы, ну, как-то вот ему стараться помочь. Это важно. И, собственно, думаю, что если вы хотите ситуацию исправить, если вы хотите сделать так, чтобы это прекратилось, то я полагаю, что надо приставать себя жалеть, и нужно, собственно говоря, понимать, что вы ответственны за твоего ребенка, и что ребенок зависит только от вас, даже несмотря на то, что он вот так себя ведет, все равно он от вас зависит, все равно он в вас нуждается, все равно он, ну, отчаянно хочет, чтобы вы дали ему какую-то обратную связь, адекватно для него, но вы этой связи пока что, понятно, да, это не можете полагать, потому что у вас есть свои проблемы, и вот ваши проблемы как раз-таки, именно ваши проблемы как раз-таки, и нужно решать, объективно, сперва, вначале, а потом еще будет видно, что делать дальше, и как с этим поступать, то есть какие блоки, какие блоки у вас стоят, какие комплексы и прочее, 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 вот. Так что не расстраивайтесь, все поправимо, главное, чтобы вы работали над своими проблемами, и главное, чтобы вы не оставляли ситуацию такой, как она есть, и, собственно говоря, старались преодолеть все препятствия, которые мешают вам быть уверенным в себе, любящим и принимающим родителям. На этом всего, желаю вам всего самого доброго и удачи, если у вас остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу, если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за просмотр!